Езда по прямой не для них. Чем извилистей трасса, тем зрелищнее гонка. В воскресенье в Иванове состоялись масштабные автомобильные соревнования в дисциплине дрифт. Ничего подобного иглановцы еще не видели. Сегодня мы устраиваем вторую часть благотворительного фестиваля «Жаркое лето». Как профилируемся сегодня только по дрифту. У нас приехало 17 участников. Приехали победители РДС 2014 года. Народу собралось много. Мы всем рады, в принципе. Дрифт – один из красивейших видов автоспорта. Но для судей соревнований это скорее наука, чем искусство. От победы до поражения гонщика отделяют считанные сантиметры. Мало пройти поворот в управляемом заносе. Нужно, насколько это возможно, приблизиться к конусу. Но не переусердствовать. Будет оцениваться траектория движения. Соответственно, у нас поставлены конусы, где мы будем оценивать близость прохождения к ним. Будем оценивать постановку, то есть резкость, когда машина инвестируется из-за заноса автомобиля. Будет оцениваться перекладка. Также будут добавляться баллы за более быстрый проезд, за скорость, за зрелищность. Баллы сложно заработать, но легко потерять. Сбитый конус или дополнительная корректировка направления движения рулем – штраф. Участники – гонщики из Москвы, Нижнего Новгорода, Владимира, Костромы, Ярославля. В нашем регионе древт сообщества еще только зарождается. Так что ивановцев пока немного. Николай – один из них. Решил не упускать возможности испытать свой автомобиль в условиях профессиональной трассы. Его копейка ничем не уступает прокачанным соперникам. Все примитивно, все можно найти в наших русских обычных магазинах. Все делается в основном своими руками, очень мало вещей покупается. Все можно доработать, чтобы оно стало спортивным из обычных стоковых людей. На трассе участник из Иваново чувствует себя уверенно. Мастерски входит во все повороты. Забегая вперед, скажем, что Николай набрал максимальное количество баллов и стал победителем в одиночных заездах. Сложно поверить, что так ездить он научился сам, тренируясь ночами на парковках торговых центров. Специальной трассы в Иванове нет, но поклонников дрифт-серии немало. Так что ивановские гонщики не теряют оптимизма. С каждым годом все больше и больше. Я думаю, рано или поздно построится хотя бы небольшой участок трассы, чтобы можно было безопасно тренироваться. Елена среди участников автотурнира единственная представительница прекрасной половины человечества. Просто машины с детства нравятся, я их люблю. Очень хотела именно чайзеры себе купить. Мечта сбылась, попала в тусовку, так сказать, дрифтерскую. И ребята научили, подсказали. В манере езды гонщица ничем не уступает своим оппонентам. Та же скорость и маневренность. Елена уверена, девушке в дрифт-сообществе ничуть не сложнее, чем парням. Даже наоборот, ведь всегда найдется тот, кто придет на помощь. Сервисам гонщики не доверяют, стараются все делать собственноручно. Так что научиться рулить мало, нужно чувствовать и знать свой автомобиль. Владимир, участник из Москвы, вплотную заниматься дрифтом стал год назад. Но слабость к автомобилям питал с детства. На вопрос, что ощущает пилот, когда автомобиль на огромной скорости уходит в управляемый занос, отвечает, это чувство абсолютного счастья. Это большая схожа с эйфорией. Когда в крови переизбыток адреналина, и ты от этого получаешь безумное удовольствие, конечно, это не каждому, не каждый это воспринимает так. Для большинства это страх. А для нас это что-то такое очень безумно приятное, от которого мы получаем много очень эмоций и смысла, и интереса. Испытать на себе эти чувства смог любой желающий. После соревновательной части автофестиваля можно было приобрести билет и стать пассажиром дрифт-такси. И все же основная цель покатушек не развлечь, а помочь. Абсолютно все средства, собранные от продажи атрибутики и билетов на дрифт-такси, для детей с ограниченными возможностями здоровья. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иванов.